Эфир телеканала «Россия-24» продолжает «Вести Ульяновск». В студии Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Ещё один шаг на пути развития внешнеэкономического сотрудничества России и Индии сделали ульяновские предприниматели. Родину шахматы и йоги посетили представители текстильной промышленности. Пройти по задымлённому лабиринту и найти пострадавшего. Не просто, когда ты не спасатель, а блогер. Справились ли журналисты с задачей? Рассказываем в выпуске. Ученикам первой гимназии удалось поучаствовать в Олимпийских играх. Пока малых, но со своими талисманами и призами. Привлечение в районные больницы, новых сотрудников, ремонт дорог и благоустройство территории. Эти вопросы глава региона помог решить жителям на личном приёме. Из Меликевского района пришла просьба о привлечении в Муловскую больницу одного из узких специалистов. Просим содействовать, привлечь в нашу амбулаторию врача-словоколога с лицензией, со всеми делами работы. Специалист, работавший в Муловке, уволился. На его место теперь приходит другой врач. Она им подобрана новую кандидатуру, которая на этой неделе должна быть предоустроена. Это у меня Олеговна из города Афгана, которая закончила Самарский старший университет. С понедельника уже начнёт работать. Вера Александровна, с понедельника нашли специалиста. С понедельника начнёт приём. Спасибо вам большое, Алексей Евгеньевич. С основки жителей волнует отсутствие водоотводного канала по улице Кооперативной. Решение этого вопроса губернатор также поручил ускорить. Объём работ небольшой. Необходимо обустроить 150 метров коммуникаций. Я вам скажу, на полтора часа работаю экскаватором, поэтому давайте делайте. Сегодня, завтра, чтобы всё было сделано, и меня день не доложить. До 25 сентября уберут аварийные деревья по улице Опытной в Ульяновске. С этой просьбой к главе региона пришли жители домов 13 и 15. А до 31 октября решат проблему в рабочем посёлке Кузоватого. Его жители просят провести ремонт транзитного участка региональной дороги по улицам Карла Маркса, Советской и Ленина. В Ульяновской области начинается отопительный сезон. В 45 объектов социальной сферы тепло уже пришло. Об этом сообщили на заседании штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону. По данным мониторинга температуры воздуха на территории области, в последние дни сентября станет прохладнее. Среднесуточная температура будет примерно 8-10 градусов со знаком «плюс». Ночные температуры уже будут пониже, 2-4 градуса тепла, а дневные – 19-20 градусов. Из-за снижения температуры в помещениях ниже норм, Санфина по заявкам от руководителей уже подключили отопление в 45 соцобъектах. Массовый пуск тепла начнётся на следующей неделе. Планируем дать старт 25 сентября. Среди первых объектов, которые начнут снабжать теплом – детские сады, больницы, здания с круглосуточным пребыванием людей, школы и другие социальные учреждения. По словам министра ЖКХ, техническая готовность региона к подаче и приёму тепла практически 100%. По гидравлическим испытаниям я только весеннее упомянул, что это было 670, все порывы устранены. И осенних 20 порывов было, из которых 18 уже устранили. И два осталось у нас на контроле. Алексей Русских поручил вести ежедневный мониторинг температуры. Ориентировочно со 2 октября планируется приступить к пуску тепла в жилой фонд, учитывая длительный технологический процесс запуска ТЭЦ. Ульяновские предприниматели посетили Индию с бизнес-миссией. В состав делегации вошли пять представителей текстильной промышленности. Члены делового сообщества посетили текстильные фабрики и заводы по изготовлению тканей, компаний по производству и экспорту готовой продукции. А также узнали о принципах работы с Индией и тонкостях в вопросах доставки и оплаты продукции. Получилось посмотреть несколько разных производств, познакомиться с ними, увидеть их объёмы, насколько они могут помочь нам в нашем производстве. Также было интересно посмотреть на материалы, которые там они производят. Какие-то могут нам подойти тоже в работе в будущем. Из Индии были привезены именно образцы ткани, которые в ближайшее время мы рассмотрим. И мы будем прорабатывать именно вопрос о логистике, доставке сюда материалов, попробной партии. И уже смотреть, как это будет на деле в производстве. Бизнес-миссия позволила предпринимателям двух стран обменяться опытом и сделать ещё один шаг на пути развития внешнеэкономического сотрудничества России и Индии. Профессиональный праздник отметили работники предприятия оборонно-промышленного комплекса. В сентябре Россия празднует День оружейника. Ульяновские праздничные мероприятия развернулись возле мемориального знака военным инженерам, создателям оружия победы. Студенты и преподаватели политеха почтили память тех, кто внёс вклад в развитие военно-промышленного комплекса страны и в достижение победы Великой Отечественной войне. Ульяновский государственный технический университет сосредоточен на подготовке инженерных кадров как для гражданской отрасли, так и, разумеется, для предприятий военно-промышленного комплекса. Наша мемориальная зона посвящена военным инженерам, которые внесли и вносят огромный вклад в то, чтобы мы были защищены в наше мирное небо. Участие в церемонии возложения цветов к мемориальному знаку приняли представители Союза машиностроителей России и Ульяновского патронного завода. В этот день важно помнить, что могущество нашей Родины крепится на том, что мы можем выпускать оружие, которое достойно даст отпор любому врагу. И боевой дух нашего трудового коллектива – это вторая составляющая обороноспособности нашей страны. Напомним, за годы Великой Отечественной войны местные и эвакуированные предприятия увеличили выпуск продукции более чем в шесть раз. В Ульяновске работали выдающиеся ученые и конструкторы – Коваленко, Набоков, Голицын и другие. На Ульяновском патронном заводе начал трудовую деятельность ученый-физик, первый лауреат Нобелевской премии мира, трижды герой социалистического труда Андрей Сахаров. Внимание и соблюдение ПДД равно безопасности движения. В Ульяновске прошла профилактическая акция – несовершеннолетний велосипедист. Во время беседы полицейские объяснили юным водителям, что двигаться они могут только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Но особо внимательными призвали быть на пешеходных переходах. Мальчик был чуть-чуть помладше. Попал под машину прямо 1 сентября. Да, если он попал под машину, отлично тебе действует, тебя немножко не подскажет. Как он попал под машину? Ехал по пешеходным переходам. Можно было сбежать от ДТП? 100%. Сотрудники госавтоинспекции и дирекции безопасности дорожного движения попросили велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения и использовать средства защиты – велошлем, наколенники, налокотники, которые спасают от получения травм. А чтобы юные участники дорожного движения были заметными в темноте, специалисты подарили им светоотражающие браслеты. Пройти лабиринт с нулевой видимостью и обнаружить в нем пострадавшего. Необычная задача встала перед журналистами и блогерами на территории учебного пункта МЧС в Заволжском районе. О нюансах работы спасателя изнутри узнавали мои коллеги. По задымленному лабиринту один за другим проползают представители прессы. Такой мастер-класс журналисты проходят нечасто. И тут уже не до смеха. Ведь следующий этап – найти пострадавшего. Такова ежедневная работа спасателя. Пожары, задымления, поиски людей. А вот уже другие ребята с закрытыми глазами, перемещаясь цепочкой, находят человека и бережно выносят его на воздух. В подвале было самое сложное – это ориентироваться по местности, потому что у нас была закрытая маска, мы ничего не видели. И то есть просто нужно было руками облокачиваться об стены и ходить и искать раненого. К прохождению сложного пути и спасению человека более подготовленными здесь оказались дети. Для кадетов 72-й школы такой учебный процесс в порядке вещей. Периодически ребята на тренировочной базе отрабатывают навыки, которые и делают их не простыми школьниками, а младшими, но ответственными командирами. На что и указывает буква «К». Что придает сложности? Ну, сложности придает неподготовка. Вот если есть неподготовленные ребята, вот как вы пришли уже на себе, наверное, испытали то, что тяжело. А когда постоянно тренируешься, занимаешься своим делом, уже сложности никакой не возникает. В такой работе важна еще и сплоченность. Звено газодымозащитной службы – это сформированная группа с боевой задачей и единым руководством для ведения действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде. Сложная терминология – сложный труд. Впечатленными остались даже зрители. Она должна выглядеть со стороны. Я поняла, насколько это трудная работа, насколько это тяжело. Очень переживала за вас, за девочек, которые проходили, так сказать, и опробовали на себе этот путь. На самом деле, очень интересно и увлекается. Она должна выглядеть. После прохождения непростого пути участникам пообещали, что такой тур – не последний в изучении работы МЧС. Ксения Грищенко, Вести Ульяновск. Ульяновский состоялся первый форум детских инициатив «Будущее за нами». В нем участвовали дети в возрасте от 6 до 17 лет, проявившие лидерские качества и организаторские способности. С неравнодушными и инициативными познакомилась Элла Шахова. В 24 муниципалитетах Ульяновской области участники движения «Первых» летом выдвинули свои инициативы. В каком направлении они хотят развиваться? 12 лучших проектов обсудили на форуме. Руслан Чернов на площадке образования и знания представил свою формулу «Первых». Он на себя представляет набор, даже сезон мастер-классов по определенной теме. В качестве закрепления сезона мы будем проводить серию интеллектуальных игр, в которых будем определять победителя по заданной тематике. Наш проект направлен на расширение кругозора школьников. На каждой из площадок свои инициативы ребята обсудили с экспертом – специалистом, уже зарекомендовавшим себя в той или иной области. Почему важны такие действия? Потому что молодежь, наши дети, подрастающие поколения – это настолько энергия, поезд, который движется вперед, и у них есть очень много идей. И вот эта энергия должна быть направлена в нужное русло. Для этих целей сегодня пригласили меня, для того, чтобы как эксперт оценил реальность внедрения этих задач, помог ребятам докрутить, возможно, их идею. Форум работал по 12 выбранным направлениям – патриотизм, международные отношения, волонтерство, туризм, историческая память, наука и технология. Задача в том, что мы действительно не даем детям готовые проекты, что вот мы будем жить условно от А до Я, а здесь дети решают будущее нашего региона, дети определяют, что они хотят, и уже исходя из их инициатив, мы будем формировать план работы на следующий год. Чтобы воплощать в жизнь то, что актуально и интересно самим детям. На форуме для ребят также работали различные интерактивные, досуговые и спортивные площадки. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. У каждого свои герои. В селе Алешкино Сенгелеевского района это Юрий и Андрей Красновы, погибшие во время исполнения боевого задания в зоне СВО. На малой родине для увековечивания их памяти открыли мемориальные доски. Инициаторами проекта выступили активисты ТОСа с говорящим названием «Надежда». Я вступила в должность не так давно, и это было моей целью увековечить память этим ребятам. Они выросли у нас на руках, на наших глазах, и очень обидно, что их нет сегодня с нами. Краснов Юрий Владимирович является моим премянником. Буквально перед отправкой на фронт никто не ожидал, что он был призван. Если им встретились, разговаривали, шутили, а вечером он по призыву уехал на фронт. Живым не вернулся, но память о нем жить будет. Родные, односельчане и руководство местной администрации к этому относятся трепетно. Перед установкой памятных досок жители села провели субботник. В порядок привели территорию у мемориал. Сегодня, 22 сентября, день поминовения погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников Уголовно-исполнительной системы России. Дата была установлена в этом году Патриархом Московским и Всеяруси Кириллом. И теперь ежегодно во всех регионах страны будут проходить панихиды за упокойные службы по погибшим сотрудникам УФСИ. Почитание памяти сотрудников, погибших при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе сотрудников Уголовно-исполнительной системы Ульяновской области, которые также принимали участие в боевых действиях в горячих точках нашей страны. В Спасовознесенском кафедральном соборе есть икона, написанная на средства сотрудников УФСИ нашего региона. Святой, который на ней изображен, это и политримский начальник и строитель тюрем в IV веке. Для нас он интересен тем, что он сумел совместить очень вещи разные. Это и святость, и благочестие, и режим надзор, содержание в тюрьме, и еще строительный талант, потому что в этих тюрьмах работали миссионеры, они и ухаживали за больными осужденными, но, естественно, и соблюдался режим надзор. По данным УФСИН России, по Ульяновской области из нашего региона не погиб ни один сотрудник. А вот по стране иная цифра. Погибли 192 человека. Еду в Симбирск. В Ульяновске открылась выставка путешествия Александра Сергеевича Пушкина. Ровно 190 лет назад писатель отправился в большое путешествие. Поездка поэта была вызвана интересом к пугачевскому восстанию, и вместо того, чтобы просто искать информацию в архивах, Пушкин решил лично побывать в тех местах, где происходили исторические события. Симбирск стал одной из точек его остановки. И, читая «Капитанскую дочку», не остается сомнений, что наша земля подарила имя и фамилию главному герою. Фамилия Гриневы – это симбирская фамилия. Здесь служил некто Петр Гринев, которому Бибиков отправляет, говорил, а Маша Тержавева. Вот такие вот совпадения. Но, я думаю, совершенно не случайно. Экспозиция поведет гостей по следам Пушкина. Покажет карту симбирской губернии, виды Казани, Симбирска, Оренбурга, села Языково. Портреты поэта и жены Натальи, а также его современников, уроженцев симбирской губернии Карамзина и Языково. На выставке каждый желающий сможет пройтись по страницам бессмертных произведений писателя. Фестиваль, который приготовил программы для каждой аудитории, для детей и людей постарше, для любителей и давних почитателей русской классики, для тех, кто только начинает знакомство с великими произведениями русской литературы. Погрузиться в мир русской классики и вспомнить творчество Александра Сергеевича можно будет до 10 декабря в Литературном музее Дом Языковых. Классика «Лучшая». Такое амбициозное название носит предстоящий концерт Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением дирижера Андрея Данилова. Симфоническими миниатюрами и ариями изысканного слушателя музыканты симфонического будут радовать 23 сентября в стенах киноконцертного комплекса «Современник». Начало выступления в 17.00. Действительно, здесь будут симфонические миниатюры, то есть произведения небольшие по времени, но в каждой из них есть какая-то своя изюминка. Будут представлены и немецкие романтики, Браунс и Вейбер, и наши композиторы. А Ульяновский оркестр русских народных инструментов на открытии сезона подготовил программу, посвященную 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Круглую дату отмечают в нынешнем году. Вместе с ульяновскими музыкантами выступит солист театра «Геликон опера», приглашенный солист Большого театра оперы и балета Михаил Гужев. Не секрет, что Шаляпин являлся выдающимся вокалистом, актером, мастером сцены. Он оставил огромное наследие. В репертуаре нашего концерта прозвучат романсы, арии и зобер и русские песни. Концерт оркестра русских народных инструментов, посвященный 150-летию Федора Шаляпина, пройдет 24 сентября в стенах Дворца дружбы народов Губернаторский. Хотят быть лучшими не только в учебе, но и в спорте. В Ульяновской первой гимназии прошли малые олимпийские игры. Традиционно к ним была приурочена издача комплекса «Готов к труду и обороне». Все подробности далее. Что такое Олимпиада? Это честный спортивный бой. А еще это праздник, где есть все – музыка, танцы и показательные выступления тех, кем гордится гимназия. Весь год, ребята, вы будете состязаться в разных видах спортивной деятельности. От всего педагогического коллектива я пожелаю вам только успехов. Будьте здоровы! Они действительно успешны, ученики первой гимназии. Вероятно, потому что учеба и спорт здесь дружат. Сильный духом, сильный телом. Прошлый учебный год принес в гимназии победу в 79-й областной легкоатлетической эстафете. Команда получила не только кубок, но и сертификат на сумму 250 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря. Олимпийский совет Ульяновский подготовил благодарственные письма выдающимся вашим ребятам, которые показывают выдающиеся высокие спортивные результаты. Ионова Мария за высокие спортивные результаты, пропаганду здорового образа жизни и продвижение олимпийских ценностей. У движения ГТО есть свои талисманы. Сильный медведь, гибкий леопард, хитрый лиса, быстрый заяц и выносливый волчонок. Все они явились поприветствовать гимназистов, которые выполнили комплекс ГТО и которым сегодня вручили знаки отличия. Ну а лучшим спортсменам гимназии оказана высокая честь. Олимпийский флаг несут. Светов Егор, 11-й А. Второй разряд по волейболу, победитель городских и областных соревнований. Пять колец на флаге белом меж собой переплелись. Будто все спортсмены мира крепко за руку взялись. Олимпийские игры, пусть даже такие малые, в масштабе одной гимназии событие важное. Потому что оно несет радость и учит побеждать честным, мирным путем. Нина Гуркина, Весть Ульяновск. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам хорошего продолжения вечера и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова